Всем привет, всем добрый вечер. Меня зовут Александр Белоцерковский, я евангелист-архитектор из ВК Клауд и Тарантула. И моя задача в этой жизни и на этой работе разбираться в технологиях и помогать нашим клиентам применять новые какие-то веяния, модернизировать их приложения и архитектура. Сегодня я буду первую часть этого техтока модерировать, модерировать собственный доклад, открывать. И следом за мной, за моим общим докладом в принципе про то, что происходило в индустрии, мы встретимся с четырьмя суперзвездами машинного обучения, которые у нас есть в нашей экосистеме, наших компаний в ВК. И я бы хотел сказать, что это вот заключительный наш митап, и мы провели в этом году очень много всего интересного, больше 10 митапов. Надеюсь, вы на них побывали. И мы решили, что наш заключительный митап мы посвятим тому, что мы посмотрим, что было на технологическом ландшафте, в технологиях в этом году. И попробуем погадать, что будет дальше и чем нам грозит то, что происходит сейчас с технологиями. В целом мой доклад, он такой достаточно общий, и он про разработку, про инфраструктуру, про технологию в целом. Потом же мы глубже уйдем в машинное обучение. Вот мои коллеги уже включают QR-код, и этот QR-код ведет в безопасное место. Вы можете его сосканировать и перейти на группу на ВКонтакте. Этот чатик, туда можно задавать вопросы, там можно общаться, он будет жить после нашего мероприятия. И в принципе, можно там и пообщаться насчет того, что вы узнаете сегодня. По поводу вопросов. Есть две разных модели. В онлайне чуть поудобнее. Наши коллеги из онлайна могут задавать вопросы в чате, в контактовском, либо в чате трансляции. Офлайн у нас будет небольшая Q&A сессия в конце моего доклада, и разумеется, вся дискуссия после перерыва, после моего доклада. Модель простая. Если у вас есть вопрос, поднимайте руку на Q&A сессии. Моя коллега Алена подходит к вам, дает микрофон. И если это самый лучший вопрос, то вы выигрываете приз. Также есть специальная номинация «Задай вопрос спикеру, на который он никогда не сможет ответить». Это в принципе суперприз. В целом у нас не один приз, поэтому можно не волноваться, что если один будет вопрос интересный, то потом никак не выиграть эту историю. Давайте перейдем к докладу. И в принципе этот год был достаточно любопытным в плане технологий. Очень много всего произошло. И если мы посмотрим, я специально сделал поменьше шрифт, чтобы вы прочитали там, например, только самые мажорные какие-то новости на этом слайде. Но если вы следите за новостями, за новостными ресурсами, то вы могли обратить внимание на то, что появилось очень много новых технологий, очень много новых имен. А также появились какие-то интеграции, которые не совсем, в общем-то, понятны сразу, зачем это сделано и почему вообще это важно для нас. И поэтому, когда мы готовили этот митап, мы думали о том, как рассказать в общем про тренды и про то, что ждет нас в следующем году и в следующих годах. И мы решили не делать карусель новостей, обсуждать, что вот эти анонсировали это, поэтому это важно. Мы решили сделать небольшой мета-анализ того, почему это важно, и что привело нас в эту историю, и где, как разобраться в этих технологических трендах, к чему они сводятся. И мы свели все тренды, которые происходили, все новости, которые происходили, мы свели их в общем и целом к трем большим трендам. Первый — это open source. Причем это open source не в том плане, что нарастание его использования, это будет небольшая изюминка в самом конце, потому что очень много там интересного происходит, и это даже не нарастание вот этого использования. Архитектура и Cloud Native. Cloud Native в плане технологий, в плане кубернетесов, в плане инструментов, в плане процессов, а также в целом облачная история. И безопасность. Безопасность как тренд сейчас. И давайте начнем, поскольку я архитектор, я вообще считаю, что большая часть всего, что происходит, она происходит из-за того, что мы делаем какие-то шаги в архитектуре, изменяем ее, и в принципе индустрия приходит к какому-то новому состоянию, в котором архитектура может взыграть по-новому. И здесь, когда я несколько недель назад готовил эту презентацию, очень удобно я посмотрел видео Вернера Фоггельса, который является СТО Амазоновской облачной платформы, который свел в очень изящное определение то, что происходит сейчас с архитектурой. Он назвал это Evolvable Architecture. В принципе, мы видели этот термин и раньше, он был не Evolvable, он был немножечко более длинный в плане английского языка, но суть его в том, что сейчас индустрия подошла к тому моменту, когда мы можем разрабатывать архитектуру, которая может эволюционировать. В каком плане эволюционировать? Эволюционировать в плане развития, в плане того, что она будет относиться нормально к внедрению новых концепций, к внедрению новых технологий, к внедрению новых компонентов внутри наших систем. И опять же Вернер, он разделил эволюционируемую архитектуру на три больших столпа. Первое. Архитектура должна и стремиться быть асинхронной. Если мы строим синхронную архитектуру, то это супротив природы человеческой и, в принципе, планетарной, поскольку все вокруг нас работает в асинхронном режиме. И когда мы говорим об асинхронности, то вроде бы это давняя история, однако даже в каком-нибудь, например, Linux, реально такая настоящая асинхронность появилась вот только несколько лет назад. До этого там все было, однако, ну, так скажем, требовало доработки. И сегодня индустрия пришла к тому, что у нас есть достаточно инструментарий, чтобы делать реально асинхронные архитектуры. Event-driven. Второй столб. Архитектура на основе событий. И классическая архитектура на основе событий гласит, что мы строим архитектуру таким образом, чтобы базовым, так сказать, юнитом ее, таким, скажем, пользовательской единицей было событие. И наша архитектура была основана именно на событиях. Что это значит? Это значит, что наша архитектура не должна заставлять пользователя ждать. Мы можем вспомнить, например, пример того, что человек снимает деньги, да, с банкомата это очень старый пример, и транзакция, она проходит позже, потому что если бы мы делали не event-driven архитектуру, то мы бы заставили его ждать, пока все эти запросы пройдут через все эти АБСки банковские. Но долгое время событийная архитектура, она работала, однако не было инструментария, который позволял бы делать ее проще. Проще делать ее, вот так правильно я скажу. И третий столб — это слабая связность. Слабая связность означает, что то, что произошло в одном компоненте нашей архитектуры, не должно привести к тому, чтобы какой-то другой компонент сломался тоже, или какая-то аномалия там произошла. В идеале, может быть, в идеальной слабосвязанной системе компоненты не знают друг о друге. И это может быть как горизонтальный уровень архитектуры, а именно когда мы строим, например, базу данных, веб-сервер и так далее, и вот это плюс-минус горизонтально. Так и внутри вертикальная архитектура. По этому принципу построен Kubernetes. В Kubernetes масса компонентов, которые не всегда знают друг о друге и позволяют, в общем-то, что делает из Kubernetes, в общем-то, такую масштабируемую историю, которая, в общем-то, и стала ответом на необходимость индустрии в построении таких эволюционируемых архитектур. Резюмируя, архитектура, которая эволюционирует, должна быть асинхронной, слабосвязанной и основанной на событиях. И Kubernetes, будучи платформой платформ, как его часто называют, и даже операционной системой сейчас называют ее, нового века, помог архитекторам значительным образом переосмыслить и продолжать переосмыслить сейчас историю с разработкой нового типа, приложений нового типа архитектур. Однако у Kubernetes была и есть большая проблема в связи именно с архитектурой, с эволюционируемой архитектурой. Kubernetes является платформой, но те требования, которые возникли вот за это время, облачные платформы, большая нагрузка, нестандартные DDoS-атаки и многие другие вызовы, это привело к тому, что в Kubernetes начали пытаться добавить некоторую функциональность, которая сделала бы Kubernetes уже не тем, чем он задумывался изначально. Слава богу, разработчики Kubernetes решили, что они не будут брать все подряд внутри платформы и оставят это вендорам, которые строят, в общем-то, Microsoft, Red Hat и так далее. Они строят на основе Kubernetes свои какие-то вещи, типа OpenShift и так далее. Но разработчики Kubernetes решили пойти по пути взаимодействия с сообществом. И в итоге по окруженности вокруг Kubernetes начало возникать большое количество различных разработок, из которых, может быть, вы здесь часть знаете, может быть, часть не знаете, может быть, даже вот этот слайд уже старый и уже там часть, может быть, не работает, не работает в плане заброшенного уже. Но вот эта модель, она позволила сохранить платформу как платформу и наслаивать на нее все те инструменты, которые помогают архитектору, помогают разработчику и команде эксплуатации, создавать новые архитектуры. Когда люди разобрались с этим, и вот на следующем слайде немножечко будет, может быть, понятнее о жизненном цикле Kubernetes, выяснили, что разрабатывать, всю эту историю разрабатывается, вся эта история наслаивается на Kubernetes, мы можем как конструктор собирать, но этого стало слишком много. И решили пойти по пути интеграции. Что выяснили? Что в задачах интеграции у нас есть пять новых направлений, родилось пять новых направлений, которые будут с нами в 2023 и далее году. Когда Kubernetes начал развиваться бурным образом и начал появляться большое количество наработок, расширений, проектов, стало понятно, что Kubernetes стал таким большим, что нужно еще мета-инструменты, которые позволяют управлять жизненным циклом наших приложений. Поэтому следующие годы и следующие годы будут ознаменованы тем, что у нас будет все больше опсов. И FinOps, который позволяет управлять жизненным циклом биллинга Kubernetes и Cloud Native приложений. MLOps, который позволяет управлять жизненным циклом машинного обучения. GitOps, который в 2022 и ранее уже недавно выпустился Flux, например, из CNCF, наконец. Что означает, что это можно уже в продакшене свободно использовать, в массовом использовании. И в 2023 и далее этот тренд продолжится. Он продолжится тем, что сделали очень много разработок, теперь разбираются, раскладывают это по различного рода корзинкам. Следующее, Multicluster или Multicloud. Несмотря на то, что Multicloud концепция, она, опять же, довольно длинная в плане времени, давно мы о ней знаем, и в принципе она говорит о том, что мы не просто раскладываем одну виртуалку здесь, одну виртуалку там, а скорее, когда мы делаем архитектуру, которая реагирует на внешние вызовы тем, что переключает внутренний инструмент, переключают с одного дата-центра на другой. Или такой немножко более простой пример, который, тем не менее, про Multicloud очень часто приводится, это мы берем несколько дата-центров и 75% нагрузки туда, 25% нагрузки сюда, и таким образом мы можем, в общем-то, запускать новые проекты в новых регионах, в новых странах, чем сейчас активно и пользуются. И для этого мы будем видеть все больше расширений и проектов, которые, в общем-то, сейчас уже разрабатываются, но они находятся в таком, так скажем, экспериментальном виде еще. Портабилити. Портабилити — это интересная история, которая касается на самом деле не совсем кубернетеса, а скорее портабельности нашего кода. Очень часто говорят, что если мы разместим на каком-то кубернетесе или на облаке наш проект, то мы залочим себя на вендора определенного. Вот сейчас работают над тем, чтобы декларативным образом позволить людям переключаться внутри кубернетеса, это такой проект DAPRA есть, декларативным образом переключаться, например, между облачными сервисами очередей или сториджа S3 в данном случае. Секьюрити. Здесь все понятно, все больше у нас вызовов по безопасности, поэтому то, что умеет быстрее обнаруживать уязвимости и при этом являться надежной историей, все будет больше интеграции. Я немножечко попозже об этом поподробнее расскажу. И наука и high-performance computing. В данном случае еще и машинное обучение. О чем здесь речь? О том, что научное сообщество начало ценить кубернетес, и кубернетес достиг той зрелости, которая позволяет выполнять научные исследования внутри кубера. Научные, производственные, нефтяные расчеты какие-то и так далее. И, конечно же, использовать кубернетес как масштабируемую платформу для машинного обучения. Вот несколько новостей и проектов, на которые стоит обратить внимание в 2023. Буквально вот каруселью скажу DAPR, потому что это первая попытка дать пользователям кубернетеса возможность декларативно переключать с одного сервиса на другой без передеплоймента. То есть вы просто указываете у себя в конфигурационном файле, что вы хотите использовать уже не эту облачную систему, а вот эту облачную систему, или вообще даже не облачную систему. И моментально DAPR берет и транслирует всю историю, которую выполняют все запросы, уже в новое направление. Это расширяемая платформа, можно, в принципе, даже в нее законтрибьютить, она open-source, потому что там, в общем-то, это все на адаптерах работает. EBPF. EBPF очень старая технология, мне кажется, ей уже лет 30, и это одна из тех технологий, которые называются так, что название не соответствует тому, что это делает уже. Это Berkeley Packet Filtering, это очень старая технология, которую задумывали для фильтрации пакетов в Linux, в Unix. И после какого-то момента, в 2014, мне кажется, сделали расширенную версию, которая более, так скажем, эффективная и более надежная, и обнаружили, что эта технология, которая позволяет миновать, так скажем, системные вызовы и пойти непосредственно в ядро за чем-то, она позволяет значительным образом увеличить производительность всего. И сейчас одним из самых популярных сценариев является observability, мониторинг и так далее. Что это значит? Это значит, что EBPF позволяет разработать проект, с помощью которого вы можете собирать логи по безопасности или вообще вот что-нибудь, что находится на уровне ядра, и, минуя вот эту стадию, когда мы переносим вот эти данные из ядра в пользовательское пространство, мы можем сразу же передать, например, на машинное обучение. Таким образом реализованы всяческие инструменты типа Falko, инспектора гаджета и так далее. Это, кстати, два тоже замечательных проекта, которые позволяют это делать. Falko — это конкретный инструмент к кубернетесу, вы его ставите, и он мониторит все, например, все, например, вызовы к API кубернетеса. И это на всех нодах, это очень важная история. И ее очень важно делать быстро. Docker и VASM. Здесь очень интересная история, потому что веб-ассембли появилась тоже не так, не вот сейчас. И это тоже так же, как и BPF, является не тем, оно делает не то, как оно называется. Что оно делает? Эта история позволяет очень быстро запустить что-то в браузер, причем быстро и секьюрно. То есть это такой сэндбокс, можно сказать. Зачем его засунули в Docker? Потому что VASM в веб-ассембли позволяет быть, его можно добавлять в контейнеры, он поддерживается OCI. И Docker, Solomon Hikes, сказал, CEO Docker, сказал когда-то давно, что если бы был в веб-ассембли, когда мы делали Docker, то Docker бы не было. Мы бы сделали веб-ассембли. Прошло время, и Docker сделал интеграцию веб-ассембли в себя. Что можно делать сейчас с этим счастьем? С этим счастьем можно делать следующее. Если вы хостите веб-приложение, то вы можете использовать для веб-приложения VASM, контейнер с VASM, и он будет супербыстрый, потому что там нет вот всей обвязки, которая вокруг докера. И вокруг этого веб-приложения уже можно разместить докеровские приложения, которые будут работать вместе с этим VASM-овским контейнером, и в которых уже будет что-то более, так сказать, относящиеся к вашему приложению, к вашему приложению, к архитектуре. Это, например, база данных, или что бы то ни было еще. Acre, потому что это первая попытка сделать IoT-решение, IoT-фреймворк на Кубернетесе. И если вы делаете решение по интернету вещей, то вы можете попробовать Acre, и в таком случае ваши все девайсы, которые будут подключаться и так далее, за ними будут транслироваться в Кубернетес согласно его объектной модели. И Кубернетес будет следить за здоровьем этих девайсов, и когда нужно послать какие-то команды. То есть это такой достаточно любопытный проект. Опыт телеметрия. Очень много об этом говорят. Нельзя назвать это революцией. Скажем так, это такой стандарт, который сделали именно из-за того, что стало появляться очень много инструментов по мониторингу, по обсервабилити. И это такой стандарт, который позволяет настроить вам процесс понимания того, что происходит у вас и где происходит в сложной распределенной системе. SPDX, это относится к безопасности. Если вы занимаетесь безопасностью, то вы наверняка знаете, что сейчас проблема определенная с зависимостями. То есть когда вы добавляете зависимости, в них может все, что угодно произойти. И популярной методикой сейчас является формирование СБОМов, Software Bill of Materials, то есть список зависимостей и уязвимостей, которые эти зависимости тянут за собой. SPDX как раз является стандартным языком для описания всей этой истории. Но вот из интересного риска V, еще который немножко параллелен тому, что мы сейчас, потому что это скорее для инфраструктурщиков и вендоров, но в качестве просто интересного контента можно поизучать. Это открытая архитектура. Открытая архитектура для оборудования, для серверов. То есть если вы, например, хотите построить свой процессор, можно попробовать это сделать сейчас на риске V. Очень много сейчас этому внимания уделяется. Ну вот OpenSSF — это такая инициатива, которая открыта. Если вы интересуетесь безопасностью, то вам обязательно нужно туда зайти. Ну и Crosslet — это такой замечательный, любопытный, мой любимый проект, который позволяет запускать веб-ассембли на Кубернетесе. Архитектура. Вернемся к нашим трендам общим. Вот мы посмотрели на архитектуру, что она должна быть такой, и она за счет того, что индустрия подошла к своему состоянию сейчас, мы можем делать больше. Но вместе с этим состоянием, что мы можем делать больше, появились новые вызовы. И одним из них является безопасность. Какой тренд нас ждет в следующем году? Такой же, который ждал нас в 2022, и который сейчас очень активно происходит. Это Shift Left with Security. Так и называется на английском, на русском. Сдвиг безопасности влево. Почему это важно знать для разработчиков? Потому что сдвиг влево безопасности означает, что мы должны заботиться о безопасности раньше, еще до момента даже начала разработки. И разумеется, сейчас одним из таких замечательных, любопытных моментов является, как же это все интегрировать для разработчиков. Пока не решили, но, надеюсь, в 2023 году нам скажут, что же делать нам, разработчикам, учить безопасность. Это, конечно же, или нам дадут все-таки инструменты. Обратите внимание, что я на предыдущих слайдах говорил про FALCO, про WebAssembly, про EBPF. Это все то, что позволяет и родилось в ответ на тренды по безопасности. Что мы должны понимать раньше, что у нас происходит какая-то уязвимость. И новые проблемы в связи с этим возникают, а также увеличивается масштаб старых. Самым общим таким понятием является supply chain security. Это проблемы с цепочками поставок. Если мы разрабатываем какое-то ПО, то, разумеется, у нас есть цепочка поставок. Что такое цепочка поставок? Казалось бы, для разработчика это что-то совсем нерелевантное. На самом деле даже Microsoft или большие компании софтверные, они являются важными участниками цепочки поставок кого-то другого. И если мы не контролируем, не понимаем то, что происходит до того момента, как мы, например, добавили эту зависимость какую-то open source в наш код, то мы делаем дырку в supply chain security. Что делают? Пишут сейчас регламенты о том, как улучшить supply chain security. Например, в некоторых странах уже есть официальные государственные регламенты, что то ПО, которое относится так или иначе к государству, оно должно иметь в себе сбом, то есть software bill of materials. И это все проблемы, которые на самом деле сейчас разработчики решают, и решают их с разной степени успешности. Нестандартный дидос. Переехав в облако, мы столкнулись с довольно любопытными дидосами. Поскольку облако является OPEX-моделью, то есть мы платим по мере использования, то сейчас все чаще возникают любопытные дидосы, которые относятся к нашим финансам. Одним из таких анекдотических ситуаций, которыми я лично встречался, это был форум, и форум, который хостился в облаке, пришли зловреды, выкачали аватарки, какие-то просто отправляли разные аватарки, скачивали, скачивали, очень долго с разных компьютеров, и в общем-то это не дидос. Но проект лег. Почему? Потому что деньги кончились, которые билятся по транзакциям для хранилища. И что делает с этой историей? С этой историей, опять же, это часть supply chain security, когда мы внедряем это и понимание того, как мы и наши инструменты реагируют на вот такие вот истории. И BPF, например, сейчас все чаще вспоминается именно в плане дидосов, идеенов и так далее. Новые инструменты. Здесь я сказал, что у нас много инструментов, но появляется, и когда мы говорим, например, о текущей ситуации, когда некоторые западные инструменты исчезли с рынка, то сейчас одной из таких масштабных вопросов является, есть ли у нас сейчас на чем построить Deficoops pipeline. Есть. И если вас интересует, то у нас был вебинар недавно по тому, как на инструментах open-source, а также отечественных можно построить сейчас тот же самый pipeline, который ни в чем не уступает. И дерево зависимостей. Последние годы все больше проблем с деревом зависимости. Это на самом деле, конечно же, тоже часть supply chain security, но здесь мы сталкиваемся с довольно любопытной историей, которую еще не решили, и в 2023, надеюсь, ее решат. Что когда мы говорим о сбомах, то мы, если у нас небольшое приложение, то понятно, там 300 зависимостей или 3000 зависимостей, кое-как мы можем разобраться. Но если у нас большое приложение, то эти зависимости могут меняться каждый день. И как автоматизировать эту историю, это собственно в 2023, это одна из главных задач различных рабочих групп и комитетов, которые работают в плане безопасности и разработки. И третий, open-source тренд. Разумеется, мы берем все больше open-source, мы пользуемся open-source, однако у open-source в 2022 году и 2021 году было несколько ситуаций, которые все больше начали приводить к развенчиванию мифов вокруг open-source. Ну, понятно, что это был миф о том, что это супербезопасно, потому что тысяча контрибьюторов у нас и заметят, собственно, в связи с чем у нас там log4shell какой-нибудь возник и вот это все. Но две проблемы, которые ждут нас в 2023 году. Первая – это мотивация open-source разработчиков, и уже в 2019 году об этом били тревогу, что большая часть open-source проектов пишется людьми, которые не получают за это денег даже. При этом люди, которые используют эти open-source проекты, как раз получают достаточно много финансовой выгоды в связи с этим. И здесь был достаточно любопытный кейс, который, может вы замечали, что, например, недавно, пару лет назад, Elasticsearch сменил свою лицензию. Почему? Потому что Amazon взял и сделал из Elastic сервис и начал получать деньги, а потом еще выкатил свою версию в open-source. Соответственно, Elasticу это совершенно логично не понравилось, потому что у них бизнес-модель строилась вокруг некой добавленной ценности, и они сменили лицензию. Чем это грозит нам? Тем, что мы, как разработчики, когда мы сталкиваемся с зависимостью open-source, нам нужно проводить анализ того, какие планы open-source проекта. Да, до такой степени. Нам нужно понять, какое сообщество вокруг этого проекта. Нам нужно понять его планы. И в идеале нам нужно договориться таким образом, чтобы от нас обратно шла тоже какая-то ценность. На Западе и на Востоке очень популярны обратные contribution, когда кто-то берет, например, тот же самый кубер ванильный, что-то там допиливает для своего облака, обнаруживает, что вот у нас там интересная функциональность и contributed обратно. Однако это никак не решает проблему с мотивацией и выгоранием open-source разработчиков. Если вам интересно, как это называется, то это называется commonwealth, трагедия, commonwealth tragedy. Вторая история с open-source, она связана напрямую с машинным обучением. Я специально добавил, чтобы прокинуть мостик с моим коллегам, которые будут через перерыв. Если кто-то внимательно следит за GitHub, то недавно, пару лет назад GitHub анонсировал вместе с Microsoft GitHub Copilot. Что такое GitHub Copilot? Это краулер, который краулит GitHub, краулит коды на GitHub, и потом, когда вы открываете свою любимую EDS Copilot, облачным сервисом, кстати, он на основе того, что скраулил с GitHub генерирует вам код. Хороший код, плохой код, это вопрос дискуссионный, но главное здесь проблема возникла в том, что многие из тех, кто был скраулен, были не согласны. И поэтому в 2023 году мы увидим еще больше кейсов, которые связаны с правами на опенсорсное ПО, а также, скорее всего, с изменением лицензий на те проекты, которые мы пользуемся. А как известно, если мы используем опенсорс, нам нужно внимательно читать лицензию, потому что не факт, что мы имеем право, например, продавать наше ПО, в котором опенсорсная история. И здесь из таких трендов, которые наблюдаются сейчас в западных компаниях, найм опенсорсных юристов. Опенсорсный юрист садится вместе с разработчиками и обсуждает, как вот это ПО, опенсорсное, откликнется в будущем, какие риски. И на этом я хочу вам, поскольку у нас такая тревожная тема, да, это закончилось, чтобы не заканчивать на тревожной теме, я хотел вам показать бонус. Это был мета, такой небольшой анализ, на самом деле, предыдущих десяти лет. А вот с бонусом, опять же, Вернер Фоггерс, да, он недавно показывал тренды, и он каждый год пишет, что будет в следующем году. Конечно же, он иногда ошибается, но часто у него довольно любопытные истории возникают. И, исходя из этого, можно корректировать путь своего ПО. Из тех, которые здесь конкретно мне очень понравились, это облачные технологии переопределят спорт, как мы его знаем. Что это означает? Это означает, что появятся, да, они уже, в принципе, есть и потихоньку развиваются, но с приходом кубернет, с приходом облачных платформ, сервисов, менедж сервисов, ML и так далее, стало возможным гораздо эффективнее ставить, например, камеры, но это зависит от, на самом деле, например, на хоккейном матче, выдавать тренеру дашборд на планшете, брендированном, конечно, и эти камеры снимают в реальном времени, что происходит во время матча. И, например, у тренера сразу же выводится, вот у этого игрока, например, скорость такая, вот этот столько-то мажет, например, вот этот, например, постоянно бьет в точку. И на основе этого облачные технологии, по мнению коллеги из Амазона, они могут переопределить наш спорт. Дальше, симуляция миров. Ну, симуляция миров, это про цифровые двойники, очень интересная тема, когда мы автоматизируем, например, делаем цифровую модель заводов и решаем не на основе проб и ошибок, а на основе моделирования машинного обучения, как мы хотим преобразовать то, что происходит на заводе или в машине или где угодно. Также из его предсказаний, на третье, с чем я полностью согласен, что сейчас вот в условиях того, что, опять же, да, электроэнергия немножко по-разному себя ведет в мире, очень долго внедряли эту историю с интернетом вещей, которая была про экономию. И вот в 2023 году, по мнению многих, не только Вернера, эти решения, которые касаются оптимизации того, как мы используем вообще инфраструктуру на основе умных данных, на основе умных моделей, это будет одним из важных трендов. Про supply chain transformation я сказал, но в принципе мы должны supply chain в принципе иметь в любой дорожной карте нашего любого проекта. Вот, собственно, пятая prediction, он может быть не так нам близок, но кастомный силикон, кастомное железо в мейнстриме означает, что все чаще в облаках на облачных платформах можно заметить всякие кастомные железки. FPGA, у Microsoft это проект Catapult, кажется, или проект Teleport, хотя может быть Catapult, у них столько проектов вышло. Это означает, что некоторые вещи, которые прям специфичны для некоторых задач, для того же машинного обучения, когда мы в облаках получили GPU, все модельеры были очень рады, потому что GPU это не CPU. А сейчас шагают еще дальше, дают совсем кастомное решение. И это тоже один из таких позитивных трендов, потому что, в общем-то, становятся некоторые супер сложные задачи гораздо ближе к клиентам. На этом мой, наш анализ с коллегами закончен, и в том случае, если у вас есть вопросы, то я готов их выслушать и вручить подарки. Спасибо за внимание.